На Медни был на рынке, на барахолке. Приобрел вот такой молоток. Стало мне его очень жаль, если честно. Вы посмотрите, какое чудо. Это же надо было так ручку, да? А клин? А изолента? Это дабы мозолей не нарабатывать себе. Приобрел я его еще и потому, что мне интересно произвести один интересный эксперимент. И сейчас мы его и произведем. Для начала немного приведем его в порядок. Все-таки жалко, инструмент должен работать. Для начала займусь вот этой плоскостью. Мне почему-то кажется, что наибольшую сложность она вас ее восстановление и будет представлять. Ну посмотрим сейчас. Посмотрим. Парадоксально, но молоток ремонтирует молоток. Да, это очень надолго. Если бы алмазный напильник, чтобы он лучше брал, тогда быстрее бы работа пошла. Но с таким напильником это муки. Но есть напильник, который возьмет это дело 100%. Болгарка. Это простят меня соседи. Время-то позднее. Малеха. Ну ничего. В принципе, сверху свои люди живут. Там магазин. Я думаю, я договорюсь, если что. Но если менты приедут, правда, проблемы будут. Но, короче. Чтобы хоть примерно контролировать съем, заштрихую маркером. Это должно нам помочь получить максимально ровную поверхность. Финишная обработка. Если можно так выразиться, напильником. Вроде получше стало. Но ничего. Потом я еще фаски поснимаю. И будет классно. Сейчас займусь вот этой частью. Здесь тоже нечто непонятное. Как-то все криво. Судя по всему, кто-то уже пытался подточить. Или вообще кусок отрезал. Непонятно. Нужно восстановить здесь геометрию. Займемся спусками напильником. Просверлю в высокотехнологическое отверстие. По центру. И как можно ближе к бойку самому. Где-то вот здесь. Не берет. Ушел в магазин. Мне надо 3-х миллиметровая. Желательно. Приобрел два вот таких сверла. Дорогие, конечно. Но зато классные. С добавлением кобальта. Судя по всему, именно он не дает, препятствует быстрому перегреву сверла. И заточка держится лучше. Попробуем. Вот что не говори, а прикольно работать прикольным качественным инструментом. Просверлил 3 отверстия. Изначально планировал просверлить одно. Но просверлил 3. 2, 2,5, 3. Для чего они нужны, скоро поймете. И для чего именно 3. Так. Полирнем. Для красоты. В зеркало полировать я не буду. Просто пройдусь наждачкой. Завершающий этап изготовления ручки. Вот такую вот я приобрел заготовку. Многие называют черенок, но у меня от слова черенок почему-то изжога. Терпеть его не могу. Поэтому у нас будет ручка. Отрежем. Установим. Клин. И все. Ручку покроем маслом для красоты и для защиты. С этой стороны, дабы понаглядней. Ручку покроем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...